Если вы просто по-доброму служите близкому человеку, ничего не желая от этого, он станет благодарным обязательно, а благодарность выбросить из сердца невозможно, потому что она идет не от тебя, а от Бога. Это Бог тебе говорит, ты дурак, смотри, у тебя какая жена. Она тебе по-доброму служит, заботится о тебе, а ты все время нагреешь. Но он пока знает, что это так, но по-другому сделать боится. А вдруг она будет наглеть? Уж лучше я буду наглее, чем она. Так ли все люди рассуждают? Но потом постепенно благодарность пересиливает, и когда жена начинает, которая служит мужу, начинает ему правду говорить о нем по-доброму, ему придется слушать, потому что благодарность заставляет слушать. Если человек благодарен кому-то, он не может не слышать от него правды, потому что человек-то хороший, значит, хорошие вещи говорит. А я не хочу слушать, но тут уж извини. Если тебе служит человек с любовью, и ты благодарен ему, и тебе придется слушать от него воспитательные моменты, ты уже никуда не денешься от этого. Так побеждается судьба. Сначала человек внутри себя счастлив, потом он начинает воспитывать по-доброму своих близких, и они меняют свою жизнь. Это третья стадия уже. Так все происходит со временем. Причем веером, веером. Самые близкие сначала меняют жизнь, потом все остальные. У меня так было. Сначала мама начала менять свою жизнь. Мама, сестра. Потом такие вещи происходить начали, я удивлялся просто. У меня двоюродная сестра, она живет в Израиле, давно уехала. И вообще мы с ней даже практически не знакомы. Один раз виделись, детство только. Она уже толком обо мне и не знает, так и не помню. Плохо у ней жизнь начала складываться. Думаю, что же делать? Ну и друзья дали лекции послушать. Она слушает лекции, слушает. Нравится ему, что-то такое родное. Видео начала смотреть. О, на дедушку похож. Звонит отцу, говорит, папа, у нас есть такой? Она говорит, так это твой брат двоюродный. Она меня искает сразу, телефон, все. Приехала к нам на фестиваль благость потом. Все наладилось в жизни сейчас. Все. Видите, я молюсь, а влиять начинает даже на дальних родственников, на тех, которых я напрямую, с которыми не связаны. Их жизнь тоже начинает меняться. Понимаете, все происходит как надо. Не волнуйтесь, не надо пытаться все контролировать. А сыну моему поможет? Поможет. Василий Иванович, А Петька Василий Ивановичу это в фильме говорит. А 200 беглых гражданцев сможем убить? Сможем. А 2000 сможем? Сможем, Петька, сможем. А 10 тысяч? Конечно, 10 тысяч сможем. А 15 сможем? Пойдем, Петька, спать, уже поздно. Не надо париться. Все будет в свое время.